всем привет лето 2015 идет а значит произошло пополнение в моей коллекции которую я напомню веду с лета 2014 и так снова оправа бренда лепс оптика ну сразу начну так футляре изменений нет он просто потолще стал за счет того что модель сама стандартный футляр не помещается она имеет особенности конструктивные поэтому от футляр толще тут больше нечего в нем показывать все так модель модель называется винтаж вот такое странное название в этот раз далее дизайнеры не в честь песни хотя традиция была обычно в честь песни делать и я бы эту модель назвал в юга вот из этих вьющихся спиралек песня в юга есть у лепса так что можно было бы так назвать ну как видите дизайн естественно как и у всех оправ лепс оптики выразительный нарядный помпезный сразу начнем с рассмотрения деталей конечно отдельного внимания заслуживают дужки но про это уже сказано собственно эти прикольные завитушки также можем заметить такой дизайнерский изыск что окуляры окуляры имеют свою собственную окантовку и это окантовка в четырех точках приварена к основной несущей раме ну прикольно вот просто эстетически прикольно выглядит также с недавнего времени произошел рестайлинг и на многие модели стали больше лога наносить больше больше надписей вот мы видим здесь надпись лепс на креплении мне это очень нравится потому что эта надпись расположена в ненавязчивом месте и ее никто больно то и не видит а вот так вот берешь оправу в руки это прикольно выглядит достаточно цвет линз очень красивый такой синенький нежно-синий гравировка григорий лепс значок кадиллак все как обычно надписи на заушниках кстати тоже заушники конкретно в этой цветовой вариации очень нарядные пестрые такие цвета торт из как говорят типа черепаха хотя не знаю почему черепаха но так называют попробуем сфокусировать надписи если получится вот не буду комментировать и так все видно и другую вот вставочка появилась тоже золотистая прямо очки пестрят лого давайте посчитаем григорий лепс раз два три четыре пять пять мест где в очках присутствует фамилия лепс вот как да еще плюс футляр плюс значок внутри и хотя может быть это перебор но мне это нравится а теперь займемся критикой хотелось бы поругать лепс оптику но ничего не поделаешь за то что качество продукции начало падать оно и тогда было не идеальным если честно до линзы прекрасные в них не устают глаза четкость видимости просто офигенское покрытие краской и лаком это все 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 здорово но во первых что в чем недостаток очень много брака проблемы с геометрией из симметрии например у одной модели у меня один окуляр загнут более в ту сторону приварен неправильно и ну видно что асимметрия присутствует вот даже здесь проблемы с геометрией опять же вот идет несущая рама вот идет окуляр здесь все сделано ровно выполнено смотрим сюда здесь как видим ну в общем без комментариев видно это здесь косяк скажем так невидимый абсолютно не критичный но извините меня за 11-15 тысяч я хочу получить оправу сточей с расчетами с точностью до микрона чтобы они были идеальны со всех сторон кстати говоря забыл сказать в начале что это опять оправа копия очков производителя жан-поль готье и хотелось бы обратиться к лепс оптики вот вы посмотрите как сделаны готье с какой они аккуратностью сделаны и и хотелось бы чтобы лепс оптика контролировала процесс качества и отбора и внесла изменения на заводе потому что как я уже сказал за такие деньги я хочу получать идеальное качество а вам нужны клиенты как говорится бренд и очки на любители все такое так вот если лепс оптика начнет делать с таким же качеством как у готье то блин я никаких денег не пожалею ну 11-15 тысяч я считаю что за такие деньги за которые сейчас продаются эти очки можно сделать гораздо лучше следующий недостаток это то что ну зачем вот рестайлить уже готовую модель это касается того что например вот в этой модели и в модели лабиринт вот эта часть она как бы подчеркивает брови мне приходится постоянно гнуть при вот купил подогнул то есть я вот так вот оправу согнул до этого очень сильно вот эта часть подчеркивала брови таким образом оправа походила на женскую ну зачем вот это вот нужно зачем этот рестайлинг готье такую модель не выпускает уже лет 20 25 наверное в восьмидесятых это все выпускалось я не знаю может вы таким образом авторские права соблюдаете но я считаю что блин разберитесь там короче и посмотрите как сделаны настоящие готье у них наоборот загиб в другую сторону идет и более равномерный то же самое касается модели лабиринт просто вот хотя представители лепс оптики вряд ли это видео увидят но он я и еще не с как минимум еще шесть человек заметили во первых недостатки в качестве во вторых скажем так глупые дебильный рестайлинг который делает очки больше похоже на женские вот такие дела а в целом вот к покраске к линзам к дизайну в общем плане претензий нет только вот геометрии и к копированию если уж копируете готье и позиционируете их как очки как у григория лепса то все должно быть сделано так как это было сделано изначально а вы окуляры увеличиваете в итоге очки на лице большими смотрятся некоторые модели форму меняете все дела короче и получается вообще не знаю от себя тина какая-то вот тем кому будет интересно могут посмотреть как вот выглядит оригинал я оставлю под описанием видео индекс модели и сразу заметите изменения вот особенно на вот эту часть внимание обращайте как она зогнута ладно все обзор можно заканчивать тут больше обозревать нечего общий план издалека красиво но могло быть и лучше и более копийно вот мой вывод но очки стоят к покупке когда выбираете очки тщательно их осматривайте на наличие асимметрии или проблем с геометрией я не смог найти идеальный экземпляр но здесь это незаметно когда одеваешь так что можно сказать что он практически идеален ладно все всем пока